Доклад, очевидный в эпоху его технической воспроизводимости, прочтёт Анна Геннадьевна Ганжа, доцент Школы философии и культурологии Нью-ВШР. Спасибо, Анна Геннадьевна, пожалуйста. С валом свидетельств и свидетельского дискурса, то можно было бы посмотреть на это какими-то иными методами, помимо того, от чего мне хотелось бы дистанцироваться. Привелся такой топос, и он стал массовым, он присутствует в публичном пространстве, и более того, только он как будто бы и присутствует. разворачивать свою субъективность в виде производства суждений об очевидном. И структурирование суждений таким образом, что есть нечто очевидное, свидетелями которыми мы являемся. В качестве примера я чуть-чуть собрала, у меня была идея собрать несколько сотен и как-то комитизировать эти суждения, но потом я решила, что как бы я погрузилась в этот бред, и из него как-то быстро пыталась выйти. Это такое производство особого рода суждений, которое, по видимости, как бы отсылает к фактам, а на самом деле артикулирует свой свидетельский опыт, встречи с реальным, которые на реальное никак не похожи. Но тем не менее, структурно-феминологически это выглядит как встреча с реальным. Причем идеологической точной принадлежности вот у этих дискурсов нет. Да, они различаются, но я бы не стала сейчас проводить какие-то разделительные линии, хотя у меня есть некие предположения. И моя гипотеза, поскольку это воркшоп, я могу позволить себе произвести какую-то гипотезу. Моя гипотеза состоит в том, что эти вот суждения производятся особым типом личности, такой модерной личности. Она называется официально публичная личность или это элита, или это какие-то видимые люди, особое сообщество или особые группы. Но мне кажется, что это именно артистический мир, который предъявляет опыт обретения очевидного. и это связано не с их популярностью, а с самим типом этой субъективности, который сформирован актерскими техниками, понимание персонажа, вживание в его роль, тем, что этот субъект хорошо владеет техниками остранения и знает, как эти техники работают. Этот опыт и этот тип субъективности обретался из опыта читателя, читателя романной литературы, из плотных контактов с европейской литературой, и пониманием того, как работают романные и новеллистические жанры, то есть малые жанры вот этой новой литературы, литературы, которую производит модерн. Вот, но от чего бы мне хотелось дистанцироваться и с чем бы не хотелось иметь тело, рассматривать, не то чтобы не хотелось, а моя задача состоит в том, чтобы посмотреть на это не как на результат какого-то влияния, не как на элемент пропаганды, не как на элемент того, что можно интерпретировать с помощью теории медиа различных, не как на идеологию особого типа, не хотелось бы использовать вот эту дилемму эмансипаторности и манипулятивности, то есть мы обычно попадаем, вот исследователи культуры, в такую ловушку, либо мы должны работать в рамке воздействия, воздействия или аффективности некой, или проникновения какого-то, либо действовать предвоположным образом и рассматривать это как эмансипаторные практики. Ну и уж точно не хотелось бы рассматривать, это дискурсивные с точки зрения теории дискурса, и не хотелось бы рассматривать уж точно это как элемент обыденного сознания и естественной установки, и не хотелось бы даже работать с этим, как этнографию, с материалом этнографического типа, хотя прикладные формы феминологии дают нам такую возможность. Работать с этим как с фольклором тоже бы не хотелось, потому что другое мое предположение состоит в том, что это вот производство очевидностей, вот это диражируемое прозрение, эпифания, установка визионера, демонстрация своей перемены ума, все это тесно связано и с другими практиками более как бы рефлексивного типа. Но, несмотря на то, что и современные художники, и саунд-дизайнеры, и современные писатели, и вообще вся прогрессивная разной степени общественность работает с свидетельством, с этими очевидностями, производство как бы таких первичных суждений, которые выглядят суждений пропагандистского типа или помрачением ума, или помешательством, или какой-то инвазией в публичное поле, тем не менее, мне кажется, пользуются теми же самыми средствами и в каком-то смысле ничем не отличаются от друг от друга, кроме, может быть, каких-то политических установок. Но структурно это устроено одинаково. Вот такое у меня странное предположение, поэтому я бы... Я ставлю вопросы, на которые, наверное, я не смогу ответить. Это короткий период. Но я бы так ставила вопросы. Как вот эти свидетельства об обретении очевидного встраиваются в опыт переживания номинозного и возвышенного? Потому что один из типов суждений, хотя мы знаем, почему они производятся, предположим, какая-то специальная работа, с некоторыми представителями авраамических религий и так далее. Но неважно. Понимание исторических законов, которые никто не отменял, или присутствие при огромном количестве чудес или переживания какого-то количества чудес, которые мы, говорят, не видим, но они происходят сейчас в невероятном количестве или присутствие при настоящем переделе мира, который является следствием того, что эпидемия не выполнила каких-то своих задач, все равно это определенный опыт переживания номинозного и возвышенного. И поэтому интересно посмотреть, как структурировать такой опыт присутствия и этот опыт свидетеля. Но название моего доклада отсылает веними, но на самом деле довольно поверхностно в том смысле, что не потому, что вот эти вот суждения каким-то образом начинают циркулировать или теряют свою подлинную ауру, или вообще теряют суждение, или вообще не являются суждением, а тем, что будучи тиражируемыми в таком масштабе они приобретают некие новые структурные качества. Поэтому интересно также каким образом такой единичный, уникальный опыт или опыт, который декларирует тебя как единичный и уникальный, каким образом он синхронизирует себя или осознает себя вот этой частью буддийности и эксцессивности. И что с ним происходит в условиях тиражирования, дубликации, постоянного воспроизводства. Вот. И у меня примеры из самых разных областей. Я сознательно буду приводить разные примеры, потому что это чтобы посмотреть или показать или убедить саму себя в том, что нет никакого различия между разными уровнями рефлексивности или сплоченности каких-то групп при производстве этого опыта или или их разобщенности или каких-то особых типов переживаний. Вот. Пытаясь выделить что-то структурное такое в определенного типа суждений, я все-таки нашла их, как мне кажется, как зерно в таком вот кинопроизводстве специфического типа, которое очень хорошо концентрируется и в дискурсе о потере отечества или потере родины. Как она распадается, как мы являемся свидетелем этого распада. Вот в 14-м году вышел фильм Никита Михалкова «Солнечный удар», как бы построенный на, что интересно, двух произведениях Бунина в «Невыниках» и на самом «Солнечном ударе». Вот. Но этот фильм насыщен монологами, которые являются такими пользуясь современным языком, исследователь культуры, такими фанчиками самого Бунина. То есть это попытка развернуть бунинскую мысль в каком-то другом направлении. И вот один из монологов он звучит так, что в этот момент главный герой движется к своей гибели. Это фильм о последних днях некого капитана развития армии Брангеля, как он находится в неком таком репутационном лагере Красных в 1920 году. Его посещают некие видения его одежды, когда он был еще поручен. И эти видения чередуются с мучающим его вопросом, кто виноват в произошедшем с Россией. Терзание его прекращает, только погрузка его и всех военнопленных на баржу под предлогом транспортировки до Очакова после погрузки Красный отбуксировав старое судно на глубину и блокит его. Ну и в общем-то этот монолог это такой предсмертный монолог вот и этот капитан разворачивает свою мысль таким темпоральным образом, где его собственное течение времени синхронизируется или становится гомологичным этому времени погибели как бы некой мечты вот некого гигантского острова, который вместе с ним уходит на дно. Все это сопровождается музыкой Эдуарда Артемьева, а надо сказать, что Эдуард Артемьев этот композит как бы титулованно визионерского типа. Недаром это вот единственный кинокомпозитор, в котором, по-моему, есть три монографии на английском языке и имя, которого известно во всем мире. То есть один, наверное, самый известный композитор. И интересно, что и задачи перед ним во всех фильмах Никиты Михалкова задачи перед Эдуардом Артемьевым ставились таким образом, чтобы он передавал вот этот внутренний опыт номеноз. Вообще в музыке и в киномузыке и в производстве саундтреков есть целая такая большая тема производства диагетического звука, который как бы комментирует не просто комментирует происходящее, а комментирует некие такие исторические концепции. И вот если Ньюмана относят композиторам, которые умеют передавать опыт номенозного, то есть такого свидетельства присутствия Бога, то Артемьев, который работал с Бондарчуком и Артемьев, который всегда работал с Михалковым, им приписывают умение свидетельствовать о грандиозных, великих исторических событиях, включая туда отдельную личность. И я их упоминаю, потому что когда говорят о подлинном, о свидетельстве, об очевидном, о том, что нельзя передать словами, мне очень хочется, вспоминают очень просто музыку Вячеслава Артемьев, Кураней Меру и музыку Эдуарда Артемьева, которая звучит и в заставках, и очень часто ее используют в маркетинговых стратегиях, отрывая от саундтреков. Меня поразило, что 10 лет назад Игротки звучал Артемьев, причем тема из «Среди чужих чужой среди своих». И ты попадал в пустое холодное пространство перекрестка и додил в винном отделе сопровождаемый вот этими видениями к нему. Ну и вообще, если затронуться исследование звука, там активно используют, не используют, а как бы вот этот опыт свидетельства голоса активно осмысляется в последние 20 лет очень активно. Это вот так называемый голос Младена Доллара, то есть это голос, который не имеет локализации, но который слышим для нас. Это косметический голос Мишель Шиона, голос и звук, который сопровождает нас повсюду, при этом мы не понимаем источник его происхождения, не знаем, как он связан с реальным, не понимаем механизм его производства, но при этом это привычный, присвоенный, интимизированный голос, без которого мы уже не можем обходиться. Он с нами говорит, он нам что-то рассказывает, что-то диктует, но кому он принадлежит, зачем он это делает, как его остановить, никто не знает. Вот здесь замечательная исследовательница Татьяна Вайзер, которая писала о свойстве голоса быть слышимым, и это как бы важное качество проницаемости опыта свидетеля. То есть голос обозначает границу доступного и недоступного, особенно в моменты катастроф. а что касается литературы, она важна, потому что это общее место, дифференциация жанровых версий литературы, начиная с романтиков и появление сугестивной лирики, это основа модерности. с точки зрения социологов литературы, культурная программа субъективности особого исторически уникального западного человека и производится этим опытом чтения и производится опытом чтения. его автономия, его индивидуализм, его идеализм связаны с Баха, с двумя типами изображений вообще в европейской культуре. И оба эти типы изображений интериализированы этой европейской личностью, даже если эта личность антипросвещенческого типа, это бунтующая личность, которая может выставать против системы чтения, системы образования. Тем не менее, этот тип описания, подающий вещам законченность, наглядность, свет, который равномерно распределяется на всем, назначенная ясность или, наоборот, тип суждения, который выделяет одно, стемняет глупое, отрывочность, воздействие невысказанного, введение заднего плана, многозначность. Оба эти типа глубоко влияют на производство этих суждений. Вот. Может быть, это нехорошо, но я обратилась бы даже и к теории Романа Лукача, хотя я понимаю все подводные камни и сложности его отношения с феноменологией. Надеюсь, тут это прощается. Я еще пока не освоилась. среди феноменологического сообщества. Но я готова к миниям. Лукач, мне кажется, Лукач тоже занят этим вопросом, потому что его в теории романа интересуют соотношения с реальностью, с реальностью, с действительностью, как он говорит. Но мне кажется, эту действительность тоже можно переинтерпретировать как ту действительность, которая осуществляет доступ к самому себе с помощью неких видимых техник, которые являются на самом деле важными составными частями этой европейской личности. И когда он разводит эпопею и роман, он хорошо показывает, каким образом свидетель свидетельствует, каким образом он преодолевает эти опосредственности, как где пролегают границы, отделяющие одно от другого, что является преступлением, а что ошибкой. известные такие наверное общие места из теории романа, где сравнивается метафизический круг, в котором живут греки и выход из этого состояния человека романного типа. наш мир невероятно разросся по сравнению с греческим, каждый его уголок дает гораздо больше даров и угроз, и в этом смысле мы богаче греков, но от такого богатства исчезает главный положительный смысл, на котором возеждалась их жизнь, тотальность. Тотальность бытия теперь возможна только в том случае, когда все однородно, еще до того, как все оно образует форму, когда формы не стесняют, а лишь служат самопознанию, когда знание является добродетелем, а добродетелем счастьем, и когда красота раскрывает мировой смысл. И таким образом, там, где не даны непосредственно никакие цели, там структуры, которые душа, реализуя себя среди людей, находят в качестве арены и субстрата своей деятельности, теряют явную укорененность в личных нормативных основах. Они остаются просто сущими, может быть, прочными, может быть, прогнившими, но никогда не осенены они абсолютным и никогда не вбирают в себя естественным образом льющуюся через край внутреннюю жизнь героя. И вот эта вот субъективная лирика, апофеоз этой модерной лирики может игнорировать феноменальность первой природы и сильно этим игнорироваться, создавать многовекую мифологию единства природы и души ну и так далее. Только в лирике эта внезапная вспышка субстанции неожиданно открывает ключ к льдовским письменам, только в лирике субъект, который приходит от переживания, становится единственным носителем смысла и подлинной действительности. Вот интересно, что предыдущий пик производства подобных суждений это 70-е годы 20-го века скажем, в СССР, когда появляется очень интересный жанр, такой песенный жанр, песни это особая сфера, это никому не нужно и в то же время бесконечно тиражируем. все песни случайны, они избыточны всегда, но при этом они звучат, от них никуда не денется. Там появляется очень интересный жанр заклятия, любовного заклятия, причем это любовное заклятие передавалось с возвышенными песенами жанров, где сама Россия, сама Родина обретала антопоморфные черты. В целом такие песни там были у Евгения Мартынова, у Марии Пахоменко, Софии Ротару, женщины, мужчины на сцене кричали «Я заклинаю тебя, будь моею», причем не только по отношению к своей воображаемой любви, а вот именно по отношению к своей Родине. Там очень много уровней, высокие жанры, низкие жанры, и потом этот жанр ушел в мир, и вот сейчас мне кажется, он возродился. Ну, я не знаю, хотелось бы обратиться и быстро хотя бы к какой-то иконологии, иконографии, и я беру специально такого автора, совершенно неизвестного, вообще ничего не написано, но вот здесь такой художник, я так понимаю, он среднеизвестный, почти неизвестный, он живет в Чехии, занят множеством проектов, в основном акустических и таких перформативных, но он увлекся, видимо, производством таких вот произведений с использованием, как предполагаю я и мои коллеги искусственного интеллекта, но так кажется, по крайней мере. Вот, и он создает серии, в которых исследует природу этой чувства очевидного и подлинного. К сожалению, я не знаю, как это технически делается, то есть, конечно, было бы здорово, если бы он подшагово объяснил, какие задания даются или в каких пропорциях он пользуется художественными методами, техническими, цифровыми, вот, но в результате получается огромное количество продукции и у него уже там, не знаю, по-моему, два десятка циклов или три десятка циклов, вот один из них посвящен свидетельствам о инопланетянах, о их прилетах и присутствии в нашей жизни, интересно посмотреть, как курирует вот такое изображение, вот, предъявляет нам это в жанре, наверное, макриментарь или докуфикшн, дикфикшн, как говорят, это такой жанр, он старинный, очень заслуженный, распространенный, он имеет свои какие-то гибридные формы, художник может с этим материалом обращаться как некий бедаист, то есть он может говорить на этом языке, как бы не понимая подлинного эффекта, который он производит, да, такими изображениями. Тут вот сложно сказать, но похоже, что Петр Валик вот так обращается с этим материалом, он не оценивает его по степени достоверности, по эффектности, по воздействию на зрителя, по эффективности, то есть его как будто бы волнуют, волнуют детали, которые он сам производит и сам в них тоже начинает верить. Во втором изображении присутствует нарратив, где речь идет о препарировании мозга этих вот пойманных, убитых, не знаю, инопланетян, да, ну, кстати, вот никакой легенды этого нет, то есть мы сразу понимаем, что либо их поймали, либо они погибли, либо, ну, что-то случилось, либо их живьем притащили вот на эту кухню, там явно чайник стоит где-то сзади, но при этом стол представляет из себя какое-то устройство с какими-то переключателями, вот, и он и сам действует таким тиражным методом валик, и на его изображениях все время присутствует какое-то количество вот таких тиражируемых объектов, людей, скелетов, голов, каких-то конечностей, будто они сами себя воспроизводят, будто сама природа вмешалась в их производство. Вот еще интересная серия игр девочек, где декорациями служит такой воображаемый лес, где происходит воспроизводство левитации и обретение опыта взаимодействия с нуменозным, видимо, с непознанным, с таинственным, вот, и этот опыт преподносится тоже как нарратив о видном и предъявленном, вот нам предъявляется на второй фотографии, во-первых, на лицах девочек есть некие искажения, потому что, ну, видимо, в качестве образца использовались совсем старые фотографии 19-го века, где лет уж чередуются со смазанными изображениями, это как бы лица и не лица, но то, что девочки там обнаружили в лесу, предъявляется как именно нечто, вот, важный момент, что это нечто, а не ничто, вот, и еще две серии, я закончу, серия, посвященная как бы демонстрации некого бесконечного архива из какой-то ассоциации охотников, которая локализуется некому есенинскому лесу и тщательно документирует свои находки, воспоминания, трофеи, охотничьи трофеи, бесконечный мир животных, самых интересных и невероятных, которые на фотографиях, вот, на этих документированных свидетельствах выглядят как нечто, что просто уже существует, но просто мы с этим не встречались, но бывают и такие олени, бывают стада неизвестных каких-то животных, их нет или мы можем в них не верить, но вот такой документ существует, и сами эти животные, сами эти охотники, их семьи, женщины, мужчины, они также кажутся и придуманными, и не придуманы, они есть, и их нет, вот, могут быть птеродактили, динозавры, все, что угодно, но оно вот предъявляется в таком виде, и, мне кажется, самая интересная, такая сложная серия, называется «Сельская жизнь», художник работает только со взглядом и гавитусом этих воображаемых сельских людей. С одной стороны, это, да, действительно, вот место, которое мы опознаем, как существующее, как место, где, наверное, можно жить, или, ну, которое явно имеет следы такого интенсивного человеческого пребывания и даже этой руинизации. Но, с другой стороны, его больше всего занимает, видимо, эта реконструкция самого взгляда. Он предъявляет нам взгляд этих людей, которые смотрят на нас из ушедшего, из прошлого, из того, что никогда не вернется, и поэтому этого как будто бы и не было. хотя вот очевидно, что этого и не было, и у этих существ чувств чувствуют черты таких очень-очень живых и что-то переживающих людей, что делает их присутствие очевидным, и наш взгляд на них тоже становится таким свидетельством их видности. Вот, у меня довольно символно все. Я надеюсь, коллеги, вы мне поможете договорить это до конца, если у вас будут вопросы. да, спасибо большое, Анна Геннадьевна, мы филигранно уложились в расписание, которое сами себе придумали, и у нас есть на дискуссию 30 минут, поэтому, коллеги, пожалуйста, вопросы, реплики. Да, я вижу, что Николай поднимает руку, и Георгий Юрьевич поднимает руку. Николай, пожалуйста. Да, большое спасибо, Анна Геннадьевна, спасибо за прекрасный доклад. На самом деле, все, о чем вы говорили, оно, как мне кажется, его можно локализировать между исследованиями литературы и, собственно, феноменологией, и сформенной феноменологией. И мне это показалось любопытным с той стороны, что к тем теориям романа, которые вы привели, можно добавлять и многие другие, и тут как будто бы, особенно в контексте вот последней серии Валека с сельской жизнью, просится, как мне показалось, Бахтин. Вот вы говорите о субъекте, который свидетельствует об очевидном, как о таком остраненном субъекте, но в то же время не кажется ли вам, что он является и, с одной стороны, отвечающим субъектом, отвечающим на некое очевидное, и, с другой стороны, требующим от нас какого-то ответа. Вот эти персонажи на сельской жизни Валека, мне очень понравилось, как вы сказали, что, с одной стороны, мы, они смотрят на нас, а с другой, мы смотрим на них. И мы в этом взгляде как будто бы удостоверяем то очевидное, которое хочет до нас донести сам Валек. У Вайзер, Татьяны Вайзер, на которую вы ссылались, есть, ну, относительно недавнее, 21-го года, статья, как раз про феноменологию взгляда в Версусе, и там она про это как раз пишет, о том, что очевидное, ну, не имеет какого-то статуса, и, в принципе, феноменологическое отношение очевидного, оно не может построиться без вот такого взгляда, удостоверяющего эту очевидность. И вот как вам кажется этот ответ, эта ответность, которая, например, есть теория Романа Бахтина, и в то же время мы в феноменологии находим ее у Вольденфельса, его антворд-регистр. Не кажется ли вам, что она здесь тоже вот важна, и можно посмотреть и на Валек, и в широкой перспективе на феномен очевидного, как на то, что вот мы удостоверяем как очевидное? Да, ну я вот, кстати, спасибо за вопрос. Я об Ухтине не думала, потому что вот эти вот все художественные проекты и подражание, то есть, возможно, мы имеем дело сейчас не с художественным проектом в данном случае, а какой-то имитации даже художественного проекта, они как раз не не сторонники диалога, да, а это общее место, ну и, кстати, вот это даже усилилось, если бы, если мы посещаем выставки последние два года, выставки современного искусства, там усилен этот компонент разрыва и отсутствие вообще этого субъекта в пространстве этих выставок и вот этих вот акций, да, во-первых, эти места пустые, ну, возможно, они им положены быть пустыми, во-вторых, каждый из художников пытается превратить нас, ну, точно, как бы, нивелировать нас до какого-то полуисчезающего уровня, да, то есть, чтобы поддерживать эту связь с объектом, нужно прилагать гигантские усилия, но когда мы прилагаем гигантские усилия, мы впадаем в такое привычное состояние созерцателя искусства, настоящего искусства, но поскольку это не настоящее искусство, и вообще, может быть, там не искусство, или это искусство, которое не желает называться искусством, оно постоянно выталкивает этого субъекта за пределы вообще этого выставочного пространства. У меня здесь ближе даже позиция Бориса Гройса, который говорит, что назначение всей этой продукции это продемонстрировать вот эту свою поверхность и скрыть от нас как можно больше. То есть у него есть работа, где он показывает, что все современное производство искусства устроено так, что нам демонстрируют какую-то конечную точку, обманывая нас, потому что вся вот эта машинерия остается за пределами вот этой продукции. Но если в случае с классическим искусством это хорошо, потому что это занавес, это рампа, так и должно быть, нам предъявляется распахивается занавес, и мы это видим. здесь нам кажется, что распахивается занавес, и мы видим, либо мы подглядываем в щелку, либо мы являемся свидетелем чего-то, а на самом деле именно реальное в этом случае и сокрыто. И вот как раз здесь мы оказываемся такими вынужденными практикующими феноменологами. Наша задача удержаться на этой поверхности и созерцать только поверхность. Как только мы углубляемся, то мы провариваемся в какую-то бездну как бы смыслов, но никаких смыслов там нет. Спасибо. Спасибо. Георгий Игоревич, вы опустили руку, вселили ваш вопрос. Да-да-да, все еще. Анна Геннадьевна, спасибо большое за захватывающий совершенно доклад. И я бы хотел спросить вашего мнения, стоит ли тогда с учетом того, что вы описали, сделать следующий шаг и сказать, что опыт, проживаемый как подлинный, в принципе является эффектом. То есть подлинность это такой вот эффект сравни оптическому или же от этого шага вы бы советовали себя удержать, то есть нам себя удержать. Да, спасибо, Георгий Игоревич. Я как раз вчера прослушала все ваши лекции и прощала все ваши книги на всякий случай и просто очень расстроилась, потому что все мои идеи оказывается решали давно вам вот и ну да, я думаю, что в случае с подлинностью мы имеем дело с каким-то таким перформативным актом. то есть да, я думаю, что подлинностью обращаться не имеет смысла, потому что ну, если говорить современным языком и выступать с точки зрения естественной установки, то подлинность дискредитирована, возможно ли стихи после Освенцима и возможно ли подлинность после того, как она дискредитирована, да, нет, я думаю, что подлинность может быть обретена на новых основаниях, но это очень сложное обретение, оно должно что-то еще случиться для того, чтобы вот этот акт состоялся, да, и я думаю это политический вопрос все-таки, то есть с подлинностью мы зачеркиваем не то, чтобы не подлинное, а что-то вот, что зачеркивает валик вместе ну, сознательно, да, с этими изображениями, то есть вот у девочки прорастает какая-то шевелера из носа, вот это и есть плата за подлинность, если мы готовы заплатить такую цену, может не видно, да, но и сама девочка прорастает, то есть тот, кто готов на этот шаг и готов заплатить такую цену, и уже такие вот есть мне кажется художники, они платят эту цену, и они готовы заплатить эту цену, но тут требуется декларация и это нельзя сделать бессознательно, то есть это шаг, который мы совершаем и это политический шаг, вот, во всех остальных случаях, да, стоит держаться подальше. Спасибо, Диана Эдиковна, пожалуйста, ваш вопрос. коллеги, да, спасибо большое, прошу прощения, у меня мерцательная связь, поэтому вот задам вопрос в таком немножко урезанном формате, но в действительности вот сейчас ответ на вопрос Георгия некоторым образом уже косвенно затрагивает ответ на мой вопрос, но все-таки его задам, и Аня, спасибо большое, исключительно все это интересно, я еще и хочу извиниться, что возможно он такого пропедевтического характера и чуть ли не ко всей филеологической традиции, но мне интересен вот как раз твой взгляд и как бы ты ответила, и может быть я бы тогда вот в большей степени сориентировалась бы на первые слайды, там где такой более-менее дискурсивный опыт представлен, то есть вот не образный, а все-таки попытка рассуждения, и она, и вот какие-то пассажи, да, каких-то мысленных рядов, они вот предварялись или перемежались вот этой ставкой очевидно, и вопрос такой, а вот ну как тогда будет выглядеть и может ли все-таки он выглядеть как тебе представляется опыт какой-то критичности вот в дискурсивных не там, где это уже непосредственный какой-то чистый образ, а там, где есть какая-то попытка рассуждения, какая-то как будто бы имитация субъект предикатной связи, ну допустим, вот не получилось с эпидемией, теперь очевидно, что нужно по-другому, ведь очевидно же, очевидно же, что здесь есть попытка некоторого рассуждения, вот как будет выглядеть и может и здесь произойти, то есть как будет выглядеть опыт критического взгляда на собственное, на вот это собственное построение, это возможно, как тебе кажется? Спасибо. Да, ну спасибо за острый вопрос, Диана, ну вот собственно я этим вопросом задавалась, возможно ли рефлексивность в эпоху ее технической воспроизводимости, вопрос. Ну опять же, мне кажется, это такой политический вопрос, то есть логическое зрение тут не о чем говорить, да, мне кажется, ну я, может быть, недостаточно это твердо проговорила, мне кажется, что мы не должны так интеллектуально репрессировать этих людей, как ни странно, но да, я занята вот таким, такой проблемой, я слушаю все это, да, нет, они могут это слушать, некоторые могут слушать только чуть-чуть, некоторые впадают в меланхолию и безумие, там, слушая такое, но мне кажется, важно выступать с такой метапедагогической позицией все-таки, то есть нельзя репрессировать за отсутствие рефлексии, но можно это перенаправлять куда-то, можно возмущаться, можно там находить паралогизмы, можно радоваться чужому идиотизму, да, или эстетической точки зрения на это смотреть, но на самом деле здесь есть за что зацепиться, и не требуется никакой рефлексивности для тех, кто мыслит нерефлексивно. Вот я хочу сказать, что многие студенты, и это было для меня травмой где-то наверное 20 лет назад, я поняла, что приходит некое поколение лишенной рефлексивности, и более того, считающие это интеллектуальным пороком. Более того, эти люди учились на философских факультетах, и многие из них, например, занимались философией хайперы, были лишены вообще всякой рефлексивности, и тем не менее успешно это делали, очень успешно это делали. То есть возможно, это возможно, возможно не критически, не рефлексивно производить суждения, и это можно перенаправлять, да. И скорее всего, даже у меня такое предположение, что с интеллектуальной точки зрения, с эстонологической точки зрения этим все закончится, а не тем, что мы будем производить людей такого раздвоенного типа, подобных самих себе. Это, конечно, утопия, наверное, но я вот смотрю на это вот с этой точки зрения, да. Но для этого нужны особые политические условия, их нет просто. Но и без их изменения тоже ничего не нужно. спасибо. 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 Спасибо, Андрей Михайлович, пожалуйста. У меня один короткий вопрос, один короткий комментарий будет. Вопрос такой, а когда, собственно, как вам кажется, началась эпоха технической воспроизводимости? то есть я понимаю как бы там тезис Бенемина и всякое такое, но то, что вы показываете, это можно ли сказать, что это во многом эффект каких-то современных технических посредников типа социальных сетей или основанных на искусственном интеллекте программ по генерации изображений и так далее. Если как бы это эффект специфической технологии, то как бы это современное какое-то явление или дело с чем-то, что не специфически как бы производно от особых технологий. Комментарий у меня такой, когда я смотрел на эти фотографии, как бы сгенерированные фотографии, они еще фреймированы таким особым образом валика, я подумал о том, что здесь, наверное, мое социологическое как бы мой социологический бэкграунд дает знать. Я подумал о том, что вот все эти программы искусственного интеллекта для генерации изображений, текстов, чат GPT и все прочее, они же по сути являются настройкой над огромным количеством изображений и текстов, которые доступны онлайн. То есть на самом деле если мы начнем копать, мы докопаемся до чего-то реального, до реальной фотографии или сотен или миллионов фотографий, из которых с помощью определенных алгоритмов это было сгенерировано вида реальных текстов и наверное то же самое мы можем сделать с помощью когда мы обсуждаем тексты публикуемые в социальных сетях. Если мы начнем ковырять, то мы однажды во что-то упремся в то, что люди где-то что-то прочитали, в новость, которую они где-то увидели и эта новость точно так же как и фотографии используемые в искусственном интеллекте, они конечно тоже могут быть кем-то придуманы, генерированы когда-то, но раньше это было довольно сложно придумывать фотографии, тексты новостей, например, сейчас это гораздо проще, но это к тому, что если мы говорим о производстве очевидности, то наверное стоит учитывать, что это очевидность, которая строится, то есть мы можем ее распознать как искусственную или не основанную на реальном опыте, только в той мере, в какой там есть какой-то реальный опыт и что-то, чего мы можем потрогать, какой-то объект, он просто настолько скрыт за этим слоем алгоритмов, что нам это сложно сделать, но в принципе это возможно, и в некоторых случаях, сейчас мы например видим, как художники начинают выступать за свои права, потому что эти изображения, в том числе фотографии, которые они производят, используются без их ведома для производства таких картин, которые делает Валик. Но это комментарий, на него не обязательно отвечать, мне бы хотелось слушать ответ на первый вопрос, спасибо. Да, спасибо, и вопросы, и комментарии мне очень близки, да, я согласна, что конечно, то есть я просто напугана словом феноменологии, честно говоря, есть такой феномен напуганной феноменологии, озаренная феноменология, то есть моя первая встреча с феноменологией была на первом курсе МГУ, когда я подошла к моему профессору и спросила, скажите, как вы думаете, будет правильно, хорошее название, если я назову курсовой феноменологии Игоря Стравинского, он же отнутри сказал, пожалуйста, не надо этого делать, и во следующие пять лет я была в ужасной тоске, потому что он меня объяснил, но это такая манера в МГУ была общаться, то есть косматически так как бы бросить, да, и подавленный долго думал, да, вообще это так, но почему вот, что касается, да, я специально и отсылаю к Бенемину, и не отсылаю к Бенемину, я думаю, что вот это тиражирование по производству суждения, это, конечно, это вообще возможность производства суждения, это стало возможным как раз в новое время, вообще, да, длинная история, то есть я думаю, что это модерн, конечно, производство суждений, это модерн, тиражирование, да, это слово, которым просто разница, но в него входят и сознательные акты, когда, скажем, медийное пространство чем-то заполняется, когда ставится такая задача, может быть, поставлена такая задача, а давайте заполним, да, вот все это пространство, сюда же входят и технические средства, сюда же входят и навыки модернного человека производить суждения, потому что он уже обрел возможность совмещать в себе множество типов идентичности, и от лица различных идентичностей он может производить и идентичность патриотов, патриотические суждения, если не идентичность отца семейства, он может поступать по вопросам семьи, брака, деторождения, если он особым образом производит какую-то духовность, он может поступать от лица духа, то есть на самом деле с социологической точки зрения это такое бесконечное поле, в котором, мне кажется, необязательно разбираться, то есть необязательно детализировать, что именно кем производится, на каких условиях, но в случае генерации изображений, конечно, это важно, я согласна, потому что иначе мы не поймем, скажем, почему воспроизводится именно этот тип подлинности, ну вот эта патина, или там какая-то цветовая гамма определенная или дефекты или еще что-то, да, а вот в случае с воспроизводством и тиражированием могут играть могут играть разные факторы и в том числе они могут быть сознательными, они могут быть сознательными, могут быть совершенно сознательными с каким-то поручением, партийным поручением, вот это тоже очень интересно, кстати, вот очень часто в вопросах литературы приводят пример Андрея Платонова, такого идеального автора, да, и он как раз уловил вот это вот сочетание поручения, да, когда кому-то дается какое-то поручение, интериоризация этого поручения внутрь, да, то есть тебе дается конкретное поручение, что-то построить, что-то выкопать, что-то одолеть, да, и ты пользу, ты это поручение начинаешь интериоризировать и потом превращаешь тоже в особый инструмент воспроизводства каких-то суждений, да, потому что его герои все время, они как бы рефлексируют, но на самом деле вот этот шарманка, который вертится в их голове или в качестве обмена репликами, она тоже, мне кажется, может рассматриваться как некая тиражированность. Не знаю, у меня последнее время занимает вот этот вопрос душевный партийный человек, то есть партия дает какое-то поручение, при этом интериоризированным образом вот эта вот речь и разворачивание этого поручения внутри собственной субъективности превращается в то, что я называю очевидное в эпоху его технической воспроизводимости. Техническая это не обязательно связано с техникой в хайдеггерском смысле или в психологическом смысле, в том, что есть некие техники внутреннего разворачивания. И это очень часто какие-то актерские техники, когда Станиславский или Мерхольт пытались выстроить просто технические моменты душевного преобразования, то есть интериализации, преобразования этого материала. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, мы немножко выбились из тайминга, но мы можем себе просто сократить обеденный перерыв потом на 10 минут и уложиться. И если можно, Дмитрий, вопрос последний наверное будет для доклада. Меня слышно? Да. Отлично. Просто я новый микрофон взял, потому что совмещенный с камерой никакой. Я вот что хотел спросить. Меня заинтересовал вот этот голос, который как бы комментирует и удостоверяет подлинность реальности. До какой степени этот голос пассивен? Смотрите, два самых непохожих, каких только можно философов в 20 веке Хайдекер и Беттгенштейн в вопросе о языке сходились. Для одного язык дом бытия, для другого границы языка, границы мира. То есть до какой степени этот голос не просто регистрирует реальность, а диктует реальности, какое и быть для нас? Понимаете вопрос? Да, наверное. Спасибо. До какой степени реальность нагружена уже не просто языком, а конкретно этим голосом, как теория нагружена, факты нагружены теорией философа в науке? Да, спасибо, интересно. Я никогда вот... То есть исследователи звука, они как раз никогда так не мыслив, потому что с точки зрения аналитической, гистенциальной философии, да, язык это... язык и голос вообще не связаны, то есть ну знаете, там у наверное у Доритты, да, у постпрокуралистов как раз голос появляется как замена артикулированного, артикуляции, да, то есть поэтому они сравнивают варварскую речь, там греческую речь и голос связан со слухом, голос связан с проникновением, языку не требуется проникновение и он вообще язык занят другим делом, да, и возможно, наверное, на них можно посмотреть как на конкурентов, но по крайней мере вот в лакановской теории там есть этот момент, голос, голос это что-то альтернативное, но в то же время родственное взгляд, то есть это другое смотрящие или это нечто, что поникает нас своим голосом, язык может соединяться с голосом, он просто создает такие сложные комбинации и, наверное, даже со взглядом может соединяться, но язык беззащитен, язык можно похитить, да, то есть это лингвистическая парадигма, она приумфальна до тех пор, пока язык не похитили, но его можно похитить, и голос не может замолчать и кончать. Спасибо. Спасибо. И за доклад, за ответ. То есть у меня разделилось наконец-то так. Спасибо. Спасибо большое, Анна Геннадьевна, за доклад.